Конечно, нельзя не тронуть про планы, вот рынок акций и облигаций, какие планы по работе на финансовом рынке, есть ли планы по объединению, может быть, планируете допомиссию, вывод новых бизнесов на биржу, то есть, ну вот, скажем так, у вас все-таки, вы не из первых, кто вышел на IPO, и, соответственно, я так знаю, что у вас сейчас очень много встреч как раз с инвесторами, да, онлайн-встреч с инвесторами, вот как в этой части прокомментируете? Да, конечно, планы по дальнейшей работе на финансовом рынке достаточно большие, сейчас есть определенные ограничения в плане тоже реализации допомиссии, это текущая стоимость акций, которую мы считаем там категорически низкой, у нас цена сейчас 30 рублей, там около 30 рублей за акцию, это в плане, в рамках капитализации всей компании, это даже меньше, чем у нас задолженность по микрозаймам наших клиентов перед компанией, то есть, это неадекватно низкая стоимость, но это рыночная цена, то есть, с этим надо работать рыночными методами, надо информировать имя сообщества о том, как меняется компания, то есть, собственно, наша капитализация это цена консервативного обувного бизнеса, то есть, поскольку рынок еще только-только знакомится с теми изменениями, которые провела компания, многие инвесторы еще не очень хорошо знают, то, что мы изменили, как меняется наша стратегия, и, собственно, мы вот в рамках таких вот конференций рассказываем, презентуем новый формат бизнеса, вот, но обувная история и там классический обувной бизнес, к сожалению, вот, рынок оценивает именно так, причем надо сказать, у нас просто фантастические были результаты 19-го года, это самая большая прибыль за всю историю компании, у нас очень высокая, там, больше 26% предательность по EBITDA, самая большая EBITDA за весь период, мы перевыполнили все планы, которые мы объявляли в рамках IPO, вот, но при этом инвестор рынок это не оценил, и оценил, не оценил только по одной причине, что инвесторы не хотят заходить в такой вот классический консервативный офлайн бизнес, и мы это тоже понимаем, я это хорошо понимаю, поэтому мы не делаем байбэка, мы не делаем билистинг, мы, наоборот, хотим тренд поменять, мы хотим изменить настолько бизнес, чтобы он стал супер привлекательным для инвесторов, которые сейчас активно вкладываются, в том числе в онлайн, посмотрите, насколько успешная IPO Озона была, это супер сделка была, там, супер мультипликаторы, вот, и это говорит о том, что инвестиции сейчас будут идти активно только в онлайн, и, собственно, надо развиваться только в онлайне сейчас. И финальный такой, знаете, финальный вопрос про планы на будущее, то есть мы уже про будущее поговорили, но вот если кратко тезисами, да, то вот на ближайший год и на ближайшие десятилетия все-таки мы такие горизонты планирования тоже считаем возможным говорить, А, кстати, вот про акции, это получается, что сейчас лучше ваши акции приобретать, потому что там они, например, там, я правильно понимаю, потому что если вы сейчас активно там будете менять мнение инвесторов, то, возможно, все-таки мы увидим там явный рост в ближайшее время. Нет, конечно, мультипликаторы оффлайн и онлайн кратно отличаются, поэтому, конечно, с полным изменением. Мультипликаторы оффлайн и онлайн кратно отличается.